Друзья, всем добрый день! Сегодня разбираю гортензии, готовим к отправке. Мама вот упаковывает корневую систему в торф. Вот, все укладываем, работаем, так скажем, сплоченно. Вот, кто говорил не подписаны, все гортензии подписаны. Самарская лидия трехлетка. Работаем с одним сортом, то есть пересорт какой-то исключен. Но сегодня я не об этом. Я сегодня режу эти гортензии, то есть обрезаю, формирую, проверяю весь посадочный материал на предмет каких-то поломанных веток. И у меня огромный опыт по обрезке. Сегодня я прям его нарабатываю. Попробую вам показать, как это происходит. Я думаю, вам будет это интересно. Все пучки в среднем стандартные. Упакованы они вот так по пять штук связаны. И вот здесь, когда я разбираю, я вижу корневую саженца. Вижу, как у него сформирован скелетик. И сразу, прям вот не мудросту лукаво, убираю все тонкое. Я, знаете, сначала хотела предложить, как бы кому-то сформировать саженец, кому-то нет. Но сейчас приняла решение, что вот я их прям сразу здесь все и формирую. Потому что, ну, отправлять такой загущенный куст смысла нет. Все это я обрезаю, но высоту я оставляю. Вот. Просто убираю лишнее. Смотрю, вот где почка расположена. Здесь вот дальнейшую формировку уже вы будете проводить сами. То есть, допустим, вырезать вам вот эту часть или нет, брать ее на черенок или нет. Ну, то есть, в любом случае, вот такой посадочный материал идет уже на запаковку корня. Саженцы в глиняной болтушке, поэтому руки у меня прям грязнючие. Не обращайте внимания, но работать в перчатках здесь крайне неудобно. Вот, допустим, у саженца вот здесь при затяжке, видите, сломалась ветка. Сразу вот это вырезаю. Спящих почек здесь нет. Вот. Какие саженцы мне не нравятся, я на отправку не пускаю. То есть, все идет уже на доращивание. Вот. Отправляю только самые лучшие саженцы. Вот. Вот такой красавчик. Можно еще вот этот вот пенечек вырезать. Вот. Вот такой красавчик. Если мне что-то смущает саженцы, да, вот, допустим, такая ранка, я оставляю это себе. Здесь фактически, смотрите, вот, надеюсь, вам видно. Вот. Спящие почки. Вот. Спящие почки. Вот. Не фокусируется. Вот. Зеленые. Можно сразу вот эти серогаточки отрезать. Я, наверное, так и сделаю. Оставлю эту саженцу себе на доращивание. Если вдруг он кому-то понравился, а вот такой красавец, пожалуйста, мне пишите. Это отдельная коробка у меня, как говорится, для моей формировки. Ну и, наверное, еще подрежу вот эти большие корни. Потому что трактором частично это ломается. Вот. Мам, возьми, пожалуйста. Все саженцы разные. Вот. Нет одинаковых. К каждому подхожу индивидуально. Какой большой, да. Вот. Сейчас будет меньше. Вот и веточка внутрь. Возможно, мои сегодняшние вот эти опыты помогут вам, если вы будете обрезать свои саженцы. Вот, смотрите, веточка внутрь и немножечко сломалась. Ну, даже если бы она не сломалась, ее все равно нужно удалить. Вот такая тонкая. Смотрите, вот. Так. Прямо безжалостно. Вот. Здесь вот эта ветка тонкая. Вот эта тоже тонкая. Это вот для продажи, конечно, саженец отличный. Я не буду срезать все, а то будут меня ругать люди. Но нужно, конечно, вот так, на одну почечку пониже. Здесь вот, здесь вот, видите, немножечко кора потерлась. Вот эту ветку убрать. Вот так убрать. Здесь рогаточка толстенькая. Поэтому вот так. Вот. Эта саженца на отправку. Вы можете его потом сами доформировать. Например, вот эту корягу я бы вырезала. Наверное, вырежу сразу. Потому что человек пожалеет и будет хуже. Можете меня... Вот здесь кора потерлась. Можете меня ругать. Вот. Ну, я вам гарантирую, что это отличный посадочный материал. Просто потрясающий куст. Насчет трехлеток. То есть, можете тоже не сомневаться. Вот, смотрите, саженец посажен, да. Второй год. Вот развилка. Вот уже третий год развилка. Ну, а корневая тоже сейчас укорочу, чтобы вот это вот лишнее не посылать. Вот такие мощнейшие саженцы. Вот. Так как саженцы растут в поле, то какому-то саженцу может доставаться больше света, а какому-то меньше. Вот. Вот, например, смотрите. Саженец был посажен чуть с заглублением. И вот два побега. Вот. Из проснувшейся почки. Вот. Видите? Два побега. Вот. А здесь вот получается, смотрите, вот жирничая почка. Вот. Вот это бы все срезать. Вот все срезать. Вы знаете, я формирую для себя и режу, и стригу, а вдруг вот человеку не нравится. Ну, тут уже, может быть, я говорю, что-то оставлю просто себе. Потому что, ну, вот обратите внимание, ну, какой смысл? Вот почка жирная. Вот, раз-два проснулась. Вот это уже был проклёв. Вот у почки был проклёв. Уберём. Вот. А вот это вот так оставить. Ни к чему. Вот, смотрите, макушечка раздвоилась, раздвоилась, веточки пошли. Я всегда говорю, попробуйте, как будет свести побег. Вот. И вот это вот обрежу вот так. Смотрите. Можно даже вот это ещё ниже вот так. И это тогда вот так вот. Ничего не осталось. Ну, это моя формировка. Самая, я считаю, классная. Вот. Это саженец мне. Мам, положи, пожалуйста. Если вы хотите такие коротко обреженные саженцы в моей, как говорится, авторской формировке, вы тоже мне пишите. Здесь вот, смотрите, какая интересная история. Саженец проснулся вбок. Почка проснулась вбок. Видите? И дала отдельную ветку. Вот это можно отсечь полностью. И это готовый, готовый такой саженец. Вот. Вот прям отрезаем. Вот отрезаем. И вот это отдельный маленький росточек. Вот. Вот так бывает. Так бывает. Вот. А вот этот саженец требует формировочки. Мам, вот это отдельно. Брось, пожалуйста. Замотать его, чтобы не сухло. Вот это вот убрать. Вот. Вот. Всю мелочь убрать. На две. На четыре. Вот так. Вот такой саженец. Вот такой саженец. Такая вот рогаточка. Бывают саженцы небольшие. Такие я не посылаю. Вот. Хоть он и трехлетний, но видно ему там не хватило в поле места, жизни. Вот почему я говорю, что в перчатках невозможно работать. Вот. Нужно найти эту почку. Она хорошая, набухшая. Обрезать на нее. Вот эту тонкую рогатку. Вот почка. Прям чувствуется она конусом. Все. Это мои. Мои саженцы будут. Я такое не отправляю. Вот. Вот такая страшненькая картина. Это мое. Вот смотрите, какой вырос. То есть была немножечко заглублена. Вот развилка. Вот видно развилка саженца. Вот. Чуть было заглубление. И вот она как выросла. Разделять вот здесь саженец смысла нет. Будет глубокая трещина. Но можно попробовать. Можно попробовать. Я не буду. У меня саженцев достаточное количество. Я просто сейчас немножечко его осветлю. Осветлю. Вот. Сегодня у меня приходила женщина. Забирала саженцы прям по месту. И я на ее глазах. Я говорю, вы не боитесь? Она говорит, нет, я вам доверяю. Я вот это все обрезала. Все обрезала. Все обчикала. Она такая посмотрела. Так жалостлива. Я говорю, не жалейте. Будет только хуже. Вот смотрите, почка. Ой, показываю. Вот. Вот почка шикарная. Вот этот веник не нужен. Я вот так разошлась. Такие я делаю обрезки. Коренастенькие. Сейчас еще вот здесь посмотрю. Тоже хороший узел вот здесь. Жалко не видно, но вот я думаю, вот так. Вот. Его только руками можно нащупать. Вот он, этот узел почек. Вот. И вот эту рогатку нужно отрезать. Вот она ни к чему тут. Вот так. Авторская формировка. В отдельную корзину. Я уже сегодня больше двухсот обрезала, поэтому у меня уже, знаете, если по первости была какая-то к ним жалость, то сейчас я просто вот режу и все. Вот. Хотя, в принципе, они так же копаются, так же фасуются без какой-либо боязни, страха. Гортензия. Очень живучие растения. Не знаю, что вам там видно. Вот. Вот, например, подтерлась кора. Видно, что она абсолютно живая. Кто-то там переживает, что растение какое неживое. Я вот это просто удалю. Удалю. Какой саженицы, еще раз повторюсь, мне не нравится, я не отправляю. Не отправляю. Все идет мне на доращивание в волшебную корзинку. Вот такой красавец. Смотрите, какой кучеряшка. Сейчас мы его переведем в божий вид. И будет все, как на картинке. Дорезать нужную длину, конечно, вы сможете сами. Вот. Вот это вот, конечно, ни к чему. Можете укоротить. Вот. Ну, вот это вот просто сломается в дороге. Вот. Отличная формировка. Тоже саженец. Тоже с одного года, с одного поля. Ну вот, ему света, может быть, не хватило. Видите, небольшой. Что-то худенькое оставлю себе на доращивание. Буду продавать летом большими цветущими кустами. Представляете, какой опыт, да? Вот трущаяся ветка. Вот она трет по этой, по хорошей. По хорошей. Которая такая жирненькая. Почечки. Так, сто раз прощения за мои руки. Руки рабочие. Вот, подтерлась немножко. Сразу уберем и все. Вот. Это для людей, кто хочет еще какой-то там череночек взять, да? Вот, здесь есть еще что взять на череночек. Корневая хорошая. У тебя прямо глиняно, видите? В глине. Саженцы цвести будут в этом году. Не переживайте, кто там переживает, когда они зацветут. Когда они зацветут. Они цвели в прошлом году. И в этом, естественно, тоже зацветут. Да еще как. Вот. Вот. Пожалуйста. Так вот мы с ними безжалостно. Да. Все боятся, дрожат. А мы вот так. Я не обрезаю ничего лишнего. Кто переживает, что я там что-то беру на черенок. Вот это все мусор. Потому что черенок можно взять с хороших саженцев. Вот те, которые я режу, я посажу. Видите, тертая кора. Ну, что здесь оставлять? Скажите, что себе оставила. Вот. С тех саженцев, которые я оставила себе, вот они при нормировке и возьмутся на черенок. Летний, крепкий, здоровый будет черенок. Ой, не вижу, что снимаю. Такая коряшка. Можно было еще вот так вот срезать. Вот готовый куст. Вот пушистик. Странный, странный, да, пушистик? Сейчас посмотрим, что здесь за пушистик. Вот пушистик был заглублен. Пушистик здесь, видите, укоренился. Вот. Отдельным саженцем мы его отделим. Отделим, потому что он друг другу... Видео у меня прервалось сила батарейка. Вот. Я показываю, что я отделила от этого саженца вот эту ветку, которая укореняется. Вот. Иногда люди заглубляют и считают, что это вот много веток. На самом деле должен быть полноценный скелет для формировки. А если уж у вас получилась вот такая ситуация, отсадите саженец отдельно. Это, опять же, мне. Это тебе и снова тебе. Как в том интересном фильме, помните? Вот саженец с заглублением. Вот. Большой саженец. Ну, попал под, может быть, окучку и был заглублен. Нарос вот такой корягой. Ну, как вот я могу отправить такую корягу? Просто. Если вот здесь ветка, видите, боковая, вот, допустим, сломалась. Соответственно, вот это сейчас все отсюда удалится. И сделается красота. Хотя саженец так непростой. Вот, смотрите, тоже много веток. И вот, пожалуйста, вам повреждения. Сейчас посмотрим. Вот так. Непростая задача. Непростая. Поставила штатив на зарядку. Теперь буду привязанной. Надо определиться с жирными вот этими толстыми веточками. Молочевку все вырезать. То, что вот тоже, видите, вот ветки было много. Она там в середине вся выломалась. Сейчас подлезу. Вот эту уберу. Вот он, пенечек. Мешает. Мешает. Видно вам? Вот так. Вот. Вот так вот. Вот уже без пенечка. Здесь вот, видите, кора сверху подтерта от веревки. Поэтому эту сразу безжалостно на вырез. Это вот тут тонкая. Здесь тоже подтерлась. Вот. Вот уже, смотрите, рогаточка повеселее. Да? Вот. Уже прям здоровый будет куст. Но можно еще опустить его на несколько почек. Но это уже, я думаю, будет делать хозяин. Или хозяйка. Вот еще вот такой куст посмотрим. Вы смотрите, да, на обрезку. И понимаете, вот кто у меня спрашивал, как обрезать кусты. Как обрезать кусты. Вы должны понять принцип. То есть худое, тонкое, не нужно. Вот, отошло в сторону. Что вот из этого вырастет? Оставьте вот этот жирный. Вот, видно же, вот, толстый. А эти два и кривых тонкие, что вырастет здесь? Ничего. Вот. Уже лучше. Вот. Теперь смотрите, тоже побег вбок. Вот. Можно посмотреть, что у него внизу. Вот есть спящая почка. Я рукой трогаю, вам не видно. Не грязные, конечно, и руки, и саженцы. Вот. Здесь вот есть хороший пенечек с почками. Я оставила. Так. Здесь тоненькая. Ну, дабы не совсем кардинально пугать купателей, можно вот так оставить. Так намного лучше. Еще три пучка. Видео сегодня будет бесконечное. Пожалуйста. Читаем. Не знаю пока. Самарская лидия. Бабушка смеется. Ой. Тяжелый. Прям здесь земли много. Ты на устал? Нет. Самарская лидия. И тоже проверяем. Проверяем самарская лидия. Кстати, у самарской лидии есть одна особенность. У нее темно-красные ветки. Получился такой у нас сегодня стрим или обрезка в прямом эфире. Вот. Вот смотрите. Вот вроде казалось бы много веток. Вот. Я понимаю, что вы смотрится на мои грязные руки. Но я вот вам попробую показать вблизи. Вот смотрите, какая жирная конусная почка. Ее бы, конечно, просто вот так просто обрезать на нее. Потому что она... Сейчас я ее корму. Она зеленая. Она спящая. Вот она. Но я как бы делать этого не буду. Потому что отсаженность совсем ничего не останется. Скажу, что он какой-то маленький. Поэтому я просто удалю. Укорочу его. Вот. Удалю вот такие всякие поломышие пеньки. Проверяю ветки. Вот. Но вот эта вот развилка в центре вообще не нужна никому. Вот. И вот здесь немножечко потерто. Вот. Совсем другое дело. Кто хочет тренироваться на обрезке, смотрите это видео. Вот. Повторюсь. Вот это саженец для реализации. Готовый, хороший саженец. Вот с такой сумасшедшей корневой. Который сейчас тоже вот так подрежем. Вот. Если его оставлять на цветение, нужно обрезать пониже. Вот такие ветки пониже. Эти тонюшки все еще ниже. Но если я вам пришлю пенечек, вы будете на меня сильно ругаться. Вот. Вот такая. Вот такая. Вот такое. Кто-то хочет саженец попышнее, более тоненькие веточки, мы оставим вам это на череночек. Например, вот такой. Вот на череночек можно черенковать. Вот. Для посадки и цветения скоронируйте саженец ниже. Многие, конечно, мне напишут, что отослали бы такой, я бы сама. Но, ребят, я не могу такой послать. Просто физически. Вот я, знаете как, ну вот это вот для чего? Вы же пожалеете. Ну, оставлю такой для отсылки. Ради бога. Вот. Опять же, посмотрев мое видео, вы можете, вы можете потом примерно то же самое сделать и на своих саженцах. Пожалуйста, можно вот такую пышнюшку. Но только есть как бы проблема, то что когда вот это все связываешь, то есть некоторые веточки могут поломаться. Ну, а так вот прям вообще пышные-пышные на черенки. Ну что, давайте пока на этом, вот на последней вязанке, да, что-то я тут увлеклась, последнюю вязаночку с вами и пойду дальше мотать. Маме надо помочь. А то... Вот. Огромная корневая саженец был немножечко в тени. Вот. Вот это сразу убрать. Что-то. Вот это саженец, скорее всего, мне. Потому что, вот видите, как тут сломалась, тут сломалась. Здесь вот есть почка. Я на нее обрежу. Вам ее не видно. От саженца не останется ничего. А я вижу. Вот. Ну, а до ращивания саженец идет. Вот пока так. Все. Это мне. Это мне. Вот коряшка. Коряшка смешная. Смешная, страшная коряшка. Ну, что, вот это вот убрать. Здесь хорошие почки набухли. Саженец влажный. Почки моментально набухают. Вот их даже... Знаете как, я попробую, чтобы вам было видно. Видно? Вот такие набухшие почки. Прямо там сейчас пойдет, пойдет конус из них. Вот. Саженцы влажные, поэтому просыпаются. Ну, вот видно, что они просыпаются. Вот. Может кому-то, пожалуйста, такой. Ради бога. Но вот это вот, вот эта рога только ни к чему. Поэтому я ее немножечко усеку. И что-то сломалось. Так. Вот. Вот так. Могу такой. Вот пушистый на черенок. Могу и вот такой. Все почки живые. 100%. Вот такой саженец. Вот здесь немножечко подтерта кора. Сразу убираем. Убираем. Здесь были цветочки. Убираем. Здесь вот эту... Вот эту коряшку. Пенечки. Вот это вот вырезаем. Вот это, видите, вырезаем. Все. Что? Ну, нет. Я, конечно, могу доформировать. Но вот, видите, пока я разговариваю с вами, у меня начала просыпаться жалость. Жалость тут ни к чему. Хороший саженец тоже. Крепкий такой. Тяжеленный. А швырки тяжело держать. Тоже хороший такой, жирный. Вот так мы его сейчас весь... А еще, знаете, как? Вот тоже скажет, почему вы вот так его режете. Пока в дороге его посылаешь, длинные ветки ломаются. Такой можно длинными ветками на черенок тоже отлично. Корневая, тяжелая такая. Такой саженец. Видно, что была... Сейчас я вам покажу. Вот прищепка. Вот прищепка. И прошло три... Проснулось три ветки. Вот снова прищепка. Это в прошлом году. И вот так вот ветки. Вот такая, знаете, классика формировки. То есть, прищепнулась на одну почку. Три побега. Прищепывается на две почки. Вот шесть побегов. Вообще классика. Вот прям классика-классика. На макушечке все равно так уберу. Потому что вот цветочки, подтертости. Вот я почки ощущаю. И живые почки не трогаю. Вот такой. Смотрите, какой интересный. Хотя для формировки, конечно, вот оставить всего две почки. Последний саженец из этой пачки. Будем завершать. Пока здесь вот так просто. Просто. То, что тоже точно видно. Вот. И вот так. Ну, могу вот такой. Вот такой тоже хороший. Вот такой тоже. Вот так вот. Вот молодые все саженцы. Абсолютно здоровая, чистая корневая. Приживаемость сто процентов. По поводу формировки вот этого саженца. Я бы убрала вот так. Еще. И вот эту рогатку сверху. Еще вот так. Оставив только здесь вот поменьше побегов. Но дело за вами. Вот столько хвороста. Вот такие руки. Вот столько у нас еще упаковки. Огромные коробки. Ну, а дальше после упаковки саженцев будет формировка посылок. Всем отвечаю по возможности быстро. Пожалуйста, пишите. Пока саженцы есть в наличии. Я вам всем с удовольствием отправлю. Пожалуйста, пишите. Пожалуйста, пишите.